Четыре этапа, семь команд и только один победитель. Завершились межрегиональные соревнования среди главных управлений МЧС Северного Кавказа по пожарно-спасательному спорту. Подробнее о том, как проходили соревнования, расскажет Валентина Абдулаева. Несколько дней при изнурительной жаре спасатели Северного Кавказа боролись за звание лучших. Подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Каждый этап требует не только особой физической подготовки и отточенного мастерства, но и психологической выносливости. Работу команд высоко оценил главный судья соревнований Олег Романчев. Хочется поблагодарить главное управление МЧС России Пресс-Дагестан, подготовка базы, подготовка судейского аппарата, комендантского взвода на высоком профессиональном уровне. Несмотря на оживленную борьбу, соревнования прошли в дружеской атмосфере. Приятным дополнением стал интересный обычай. По итогам боевого развертывания команда победителей окунает в воду тренера. Традиция всегда разряжает обстановку и поднимает настроение. Каждый коллектив достойно заявил о себе. Но без внимания просто нельзя оставить единственную женскую сборную. Они представили юниорскую команду Ставропольского края, показали отличную выносливость и слаженную работу. Девочки молодцы. Они вообще всегда молодцы. Что отличает женщин от мужчин всегда? Это работоспособность и скрупулезность. Они выполняют всё это до такой степени чётко. Единственное, что есть, они физически, конечно, слабее ребят. Поэтому немножечко слабее результаты. Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Первое место среди мужчин по результатам заключительного этапа завоевала команда Республики Дагестан. Подготовка у нас была насыщенная. Мы бегали башню на нашей базе на Карамане. И здесь руководство договорилось, нам поставили здесь бум-забор. И месяц мы здесь готовились на этом стадионе. А вот в общекомандном зачёте вперёд выбилась чеченская сборная. Следующим этапом их ждут всероссийские соревнования. Конкуренция очень сильная на Кавказе. Всегда у нас заруба бывает в Дагестане, Старопольском крае, Кабардино-Балкарии. Всегда у нас есть конкуренция хорошая. Смелые, ответственные, волевые. Люди, которые стоят на страже безопасности и всегда готовы рисковать своей жизнью ради нашего спасения. В очередной раз мы убедились, как много сил и энергии они тратят для того, чтобы в экстремальных ситуациях быстро прийти нам на помощь. Валентина Абдулаева, Саид Кутив и Паризат Курбанова. Время новостей.